Вот в Томске больше сотни человек эвакуировали в результате пожара в одном из общежитий госуниверситета. Горела лишь одна комната на третьем этаже, но покинуть здание из-за сильного дыма смогли не все. Все подробности у Никиты Лобикова. 115 студентов Тусура этим утром разбудил не будильник, а пожарная сигнализация. Возгорание произошло в комнате на третьем этаже. Выйти из общежития самостоятельно многие студенты не смогли. В коридорах стоял густой дым. Мы хотели выйти, думали, что случилось. Выходим, а тут все дымом, мы обратно закрыли, подошли к окнам, открыли окна и начали дышать. Потом нам позвонили наши сотрудники, сказали, что вас сейчас эвакуируют. Площадь возгорания всего 25 метров. И не огонь представлял главную опасность для жильцов. Спасатели знают, куда выше риск надышаться угаром. Тем более, что люди обычно этого не замечают. А дым распространяется стремительно. И за несколько минут он охватил практически все здание. Значит, его диссекция на верхнюю, например, на 8-9 этаж мы уже не смогли попасть, потому что там было очень сильное задымление. Я лично пытался туда зайти. И открыл дверь, а там просто столб дыма. Самостоятельно выбраться не смогли 37 человек. Пожарным пришлось эвакуировать их по автолестницам. Куда их подставлять было известно заранее. Студенты сами сообщали, в какой комнате они находятся. Через службу 01 принимали сообщения о месте нахождения студентов, которые были отрезаны дымом от пути эвакуации. Поэтому звенья шли целенаправленно по адресам уже, по комнатам. И с помощью спасательных устройств людей выводили. Жертв удалось избежать. На тушение же ушло меньше получаса. Специалисты пока устанавливают причину пожара. Хотя предварительную версию в МЧС уже назвали. Предварительную причину сейчас назвали эксперты. Возгорание от короткого замыкания передавлен был провод электроприбором, который, в общем-то, механическое повреждение и замыкание. В комнате, где произошло возгорание, жил обслуживающий персонал общежития. Всех жильцов секции переселят в другие помещения. А студенты с других этажей уже сегодня будут спать в своих комнатах. После инцидента руководство университета планирует проверить всю проводку в здании. Никита Лобиков, Владимир Ощепков. Новости здесь. Томск.